Но это он построил мост, решил сделать благое дело для односельчан. Построил мост, там свои инициалы, все вроде бы. Думал, что будут его лавры. А нет, приехал ЧКТРК. Это благотворительность фонда Ахмата Кадырова. Вот благодаря Рамзану, Аймане мы построили вот этот мост. Все, вопрос снят. Если бы завтра все эти люди, эти мужчины, преступники, предстали бы перед судом, то женщины из числа их родственников, они перед судом не должны представать за их преступление. В теме про долги, которые погасили власти в Чечне. Те, кто не знает, что творится в Чечне, были в шоке, что вообще у нас люди вынуждены в долг покупать продукты в таком благополучном регионе. Кстати, меня тоже позабавили эти комментарии в основном россиян, которые писали, если в республике люди вынуждены брать в долг в магазинах, то это говорит о том, что там все очень плохо в целом у людей с деньгами. Но в продолжение этой темы я хочу зачитать сообщение, которое перед эфиром получил на благообратной связи. Сегодня один из ближайших родственников человека, он сам человек, приславший сообщение, живет не в Чечне. Он пишет, один из его близких родственников, который живет в Чечне, сообщил, как закрывались долги в магазинах. Оказывается, в магазин приходит человек и дает официально конверт с надписью «Фонд имени Ахмата» и говорит, что все долги отныне типа закрыты, а в конверте всего 16 тысяч рублей. В данном случае, по крайней мере. В данном случае, по крайней мере. То есть, вот этому конкретному человеку принесли эту сумму. Остальную же сумму владелец магазина вынужден прощать должникам сам. Вот так обстоят дела. Ты правильно делал, что не верил. Я не удивлен абсолютно. Я даже знаю, как они поступили, вот прям как в воду гляжу. И они показушно перед камерами где-то реально закрыли долги. Несколько. В остальных случаях взяли и вот то, что ты говоришь, сделали. Отослали там какую-то сумму, сказали. Все, надо просить. Естественно, ты не скажешь, а нет, я не прощу. Ты прощаешь. А они потом рисуют какие-то цифры. Просто Кадырову послали цифры. Сказали, значит, 53 миллиона мы отдали. 43 миллиона, значит, купили одежду для малоимущих семей. Там детей из малоимущих семей. Почти на 100 миллионов мы провели акцию. А на самом деле, возможно, эти цифры, они могли быть взяты вообще с потолка. А могли быть взяты таким образом, что они у этих людей спросили, какую сумму вы людям закрыли долги. Те там дали, такую-то, такую-то вы закрыли. Они это скомпоновали. Их же обязали сделать подарки детям. Узнали, на какую сумму эти люди, обычные хозяева магазинов, сделали эти подарки. А потом выдали это за свою благотворительность. В чем проблема? Они берут государственную, какие-то государственные программы, государственный бюджет, выдают за собственную благотворительность. Почему мы удивляемся, когда они, помощь людей обычно выдают за свою благотворительность? Они за свою благотворительность выдают даже мечети, которые построены какими-то обычными людьми в своих селах. Вот, допустим, ты в своем селе решил построить мечеть, сделать благое дело. Мы знаем, что мечеть, которую ты построил, будет приносить тебе пользу, даже когда ты умрешь. То есть, после твоей смерти, люди, которые будут молиться в этой мечети, вознаграждение ты будешь получать за каждую из этих молитв. Это такая инвестиция до судного дня. Очень благое дело построить мечеть. Вот кто-то решает, что он хочет сделать это благое дело в своем селе. Построить мечеть. Он должен там согласовать, получить какие-то разрешения. И ему говорят, да, чувак, никаких проблем, строим мечеть, но для людей мы это покажем как благотворительность Ахмата Хаджи Кадырова. Ты понял? Он говорит, да. А что он скажет, что не понял? Конечно, понял. Строит и они это выдают. Причем они это делают не только с обычными людьми, они это сделали с Юносом Магомадовым. Помните в селении Алханюрт? Тот построил мост через реку, там соединяющий, по-моему, Алханюрт и Алханклуб. Построил мост, а те выдали это за благотворительность Ахмата Кадырова. Сказали, что вот, мол, это фонд Ахмата Кадырова построил мост. Хотя даже аббревиатура на этом мосту была из инициалов этого Юнуса. И все село знает, что это Юнус построил. ФСБшник, отвратительный, мерзкий тип преступника. Я никак, имею в виду, его не оправдываю. Но это он построил мост, решил сделать благое дело для односельчан. Построил мост, там свои инициалы, все вроде бы. Думал, что будут его лавры. А нет, приехал ЧКТРК. Ну, журналисты ЧКТРК грязные, приехали представители официальной власти и сказали, это благотворительность фонда Ахмата Кадырова. Вот благодаря, значит, Рамзану, Аймане мы построили вот этот мост. Все, вопрос снят. Так, немецкий солдат. Как оцениваешь Ессиевну как человека? Она злодейка или заложница сына. Как ей не стыдно вообще перед другими матерями? И почему она в Борщиков Ирову не подсыпет новичка? Что она за человек? Скажи кратко. Знаете, я по поводу вот этих именно матерей, женщин и жен, то есть матери, сестры, жены, полноценную ответственность на них вешать, я не могу. Я понимаю, конечно, что они должны, как, допустим, любая женщина, имея правильные убеждения, будучи мусульманкой, должна своего сына, своего брата, своего мужа, она должна его порицать, если он делает что-то запретное. Но в большинстве случаев мы, особенно наше общество, устроено так, что женщины являются нашими, они находятся под нашим полным влиянием, очень серьезным влиянием. И если у этой женщины нет каких-то серьезных знаний, убеждений в исламе, даже если у нее есть, это очень тяжелый как бы момент, пойти против мужа, отца, брата, но если этих знаний нет, то это вообще невозможный вариант. Поэтому мы видим очень много примеров того, как и, допустим, женщины из семей Кадырова, Кадыровских, вообще вот этих, Ахматовских товарищей, они просто становятся помощниками своих мужей, братьев, отцов. Но мы видим такие же примеры, мы их видели, когда уезжали, допустим, и присягали к ИГИЛу. Мы же помним, что они также забирали с собой этих женщин, своих жен, сестер, тоже с собой забирали, так как они находились под влиянием. Наше общество устроено таким образом, что у нас женщины находятся под сильным влиянием мужчины. И затем мы знаем, да, сегодня эти женщины попали в плен, находятся там в этом лагере. В общем, полноценную ответственность на женщин вешать, я считаю, это неправильно. Ни в коем случае оправдывать их не можем, нельзя. То есть говорить, что они не виноваты, не хорошие, не говорим. Понятно, что они должны это все осуждать, они должны отрекаться от преступлений этих мужчин. Но и ответственности за то, что творят мужчины из их семей, они за это ответственности не несут. Вот что я хочу сказать. И если бы завтра все эти люди, эти мужчины, преступники, предстали бы перед судом, то женщины из числа их родственников, они перед судом не должны представать за их преступление. Кадыров убил человека, он несет ответственность за убийство этого человека, не несет ответственность его мать, его жена, его сестра. Вот такое вот у меня мнение по этому поводу. Хотя Кадыров, в отличие от меня, эту ответственность возложил на женщин, не то, что там, моих ближайших, а вообще даже и дальних моих родственниц, и даже женщин, которые не являются моими родственницами, никак не относятся к, не являются моими родственниками по крови, я имею в виду. Родственники моей жены, это они не родственники. Но да, они сегодня родственники, так как они являются близкими родственниками моей жены. Но завтра мы с моей женой разводимся, все, они перестают быть моими родственниками. То есть, он возложил ответственность за мои действия на них он сегодня если мы скажем что он является судом то он сделал так что они пристали сегодня перед судом за мои действия за какие-то мои слова вот в мы теме отличаемся от кадырова что мы не не спрашиваем и не намерены даже спрашивать с его родственниками тем более женщин из числа и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok